Вы знаете, я могу вам сказать точно, я очень много и путешествую по России с мастер-классами, и очень часто общаюсь с аудиторией и отвечаю на вопросы. И вот как раз-таки о пропаганде я говорю всегда сам, даже не жду никогда никакого вопроса. Потому что, когда меня спрашивают, а как я могу так выглядеть, как вы предлагаете, как я могу ходить и носить такую обувь, вот, спортивную, с платьем, мне на улице будут говорить, на меня будут пальцем показывать и так далее, и тому подобное. И тогда сразу я начинаю говорить о пропаганде, что в нашей стране, к сожалению, не хватает, возвращаюсь опять, пропаганды терпимости, уважения к старшим. То есть в школе, конечно же, все это преподают. В школе все это, конечно же, учителя наши прекрасные рассказывают об этом ученикам, что нужно уважать взрослых, что нужно уважать женщину, что нужно уважать вообще человека, что не улыбаться – это транслировать агрессию, что разговаривать с посторонним человеком на «ты», на повышенных тонах – некрасиво, нехорошо. Мы, к сожалению, за 20 последних лет, благодаря 90-м, мы это потеряли. Я считаю, что СССР и Советский Союз, и тогда еще молодая Россия была как раз-таки очень интеллигентной и воспитанной. Я с приятными воспоминаниями все время думаю о тех 80-х, когда я приезжал в Москву, и когда приезжих в Москве вычисляли просто на раз по громкой речи, по хамской интонации, по такой интонации, когда все должны этому человеку. И здесь сразу выдавалось вот то, как бы мелковатость внутренняя, вот та зажатость и тот комплекс, который человек с собой привозит в этот город. Мне бы очень хотелось, чтобы по телевизору было больше социальной рекламы, красивой, модной, актуальной, где показывали бы, что нужно уступать, нужно пропустить, что нужно улыбнуться, что когда вы… К сожалению, это стыдно. Это стыдно. Показывать это по телевизору, это должен знать каждый ребенок, каждый человек должен это знать, как мне кажется. Но, к сожалению, видимо, в 14 и в 15, когда мы начинаем сталкиваться со своими сверстниками, и мы оказываемся без родителей, молодежь становится очень грубой и жесткой. Она считает, что именно так она становится, может показать свой возраст, и что мы созрели. И, к сожалению, теряет вот это все то, что дается в школе. Поэтому я думаю, что должна быть социальная реклама, которая может даже будет позорить кого-то. Позорить тех, кто хамит, позорить тех, кто грубит, позорить тех, кто выбрасывает мусор в окно, позорить тех, кто хамит в магазине, кто недоброжелательно разговаривает. Это патриотизм, Россия, культура. Это не придуманные какие-то слова. И это не просто Олимпиада, это не просто Евровидение. Это не просто мы победили 60 медалей. Да, мы всю жизнь были лучшими спортсменами. И мы вообще лучшие в музыке, в классической. Мы лучшие, у нас лучшие музыканты, у нас лучшие ученые. Мы действительно лучшие. Но нужно заниматься еще и вот людьми, которые не стремятся к этому, которые просто работают, просто ходят по улице. Потому что, к сожалению, агрессия, с которой ты сталкиваешься во всех городах, во многих городах, она есть. И ее нужно убирать с помощью социальной рекламы. Показывать людям, что нужно быть добрее, что нужно не ломать деревья, грубо говоря, а сажать. Я так сейчас образно говорю, чтобы понимали, о чем я говорю. И мне кажется, только после этого у людей появится внутри любовь, потому что на агрессии не может быть любви. Ей некуда приклеиться, ей не к чему клеиться. Это холодный камень, который надо растопить. И только после того, когда эти души начнут понимать, что, наверное, все-таки не только в церкви нужно быть вот такими покорными, понимаете, на территории монастыря. А за пределами монастыря надо быть такими же, улыбаться и не воспринимать улыбку как слабость, как это часто у нас в стране происходит. Воспитанный значит слабый. Вот это то, с чем нашей стране, то, чем нужно нашей стране точно заниматься. И когда люди поймут, что улыбающийся парень и девушка – это не слабак, и что отличник – это не придурок, и не какой-нибудь там отброс, а что это личность. И что человек, который улыбается, доброжелательный, который говорит вам, извините, простите, проходите, вот именно эта личность, а не тот, который бьется на улице, а, к сожалению, в последнее время, и этого очень много, это считается, это сила, и эту силу уважают. И эта сила в нашей стране почему-то ценится. И, к сожалению, людям, которые хотят нормальной жизни, которые хотят нормально ходить по улицам, которые хотят нормально жить, улыбаться, видеть добрые лица, видеть чистоту на улице, они вот в таком маленьком количестве, и их потом обвиняют и говорят, не нравится – езжайте в Европу, если вам тут не нравится жить.